Товарищи, сегодня у нас в университете рабочих корреспондентов Лекция под названием «Исторический опыт уничтожения красовых различий в Советском Союзе» И прочитает ее кандидат экономических наук, ректор нашего университета Виктор Иванович Голфов Добрый вечер, дорогие товарищи Идея построения справедливого общества, общества равенства владела умами многих великих мыслителей Но только марксизм поставил и решил этот вопрос строго на научной почве Под равенством марксизма понимается исключительно ликвидация и уничтожение классов Все остальное либо бессмыслиться, либо подмена понятий и дискредитация этой идеи Но действительно, как можно уравнять людей? Они разные, есть мужчины, есть женщины, есть высокие, есть низкие У одного одни способности, у другого другие Поэтому под равенством понимается исключительно, повторяю, уничтожение классов Великая Третья русская революция, советская, социалистическая Поставила этот вопрос в практическую плоскость Еще один великий мыслитель, продолжатель дела маркса Еленя Владимирович Ленин Не только теоретически развил учения маркса Он принимал участие, не принимал, а руководил как председатель Совета народных комиссаров Как руководитель большевистской партии В деле строительства бесклассового общества и ликвидации классовых различий Наша задача сегодня рассмотреть этот исторический опыт Понимая, что в любом деле есть противоположные стороны И противоположные тенденции Мы должны увидеть в тех действиях, которые происходили в Советском Союзе Позитивные тенденции и негативные Чтобы сделать определенные выводы Потому что эта задача будет стоять рано или поздно Либо перед нами, либо кто будет продолжать дело И строить бесклассовое общество будет необходимо Ну а первое, первый вопрос, который нужно разобрать Что понимать под классами? Ну если цель у нас стоит построение бесклассового общества То надо разобраться, а что такое классы? Вот у Ленина есть два определения Есть короткое определение, есть развернутое Короткое определение звучит следующим образом Под классами понимаются большие группы людей Которые различаются по положению производства В работе Великий Почин Ленин дает развернутое определение классов Под классами понимаются большие группы людей Различающиеся Первое По месту, которое они занимают В исторически определенной системе производства Второе По отношению к средствам производства Вот Ленин дальше в скобках пишет Большей частью закрепленному в законах Я много раз считал Это определение Ленина И как-то пробегал Вот так сказать Небольшое вроде бы замечание И только сейчас готовясь к лекции Ну и несколько раньше Я понимаю смысл уже Мы к нему вернемся еще Когда будем рассматривать Когда у нас пошел процесс Разрушения социализма Соответственно усиление социального неравенства Возврата классовому обществу Третье Пароли, которые занимают И выполняют Вот эти большие группы людей В общественной системе производства И наконец четвертое Общественное взятие труда И наконец четвертое По размеру Той доли Общественного богатства Которую они Располагают Вот четыре критерия В соответствии с этим пониманием Пролитарское государство Сразу после совершения Советской революции И установления диктатуры Пролетариата Приступило к решению Этих задач Но мы должны понимать Что этот вопрос Не такой вот Одномомин И Задача построения Классового общества Ликвидации Классовых различий Она одна из составных частей Построения коммунистического И развития коммунистического общества Поэтому Вот То как шло развитие Затем разрушение Социализма В СССР Оно в целом Отражает И Как мы потом выясним И в деле Построения И ликвидации Классовых различий И потери этих завоеваний Полностью соответствует Итак первый период Это переходный период От Капитализма К коммунизму И первая задача Которая решалась Вот Свершилась Пролетарская революция 25 октября По старому стилю 7 ноября По новому Установлена диктатура Пролетариата А в экономике Еще господствует Капитализм Соответственно Существует Собственность Буржуазии И соответственно Существует Два класса Класс пролетариата Но взявший уже власть Политическую И Класс буржуазии У которого находится Экономическая власть Потом первым действием Первым шагом было Уже в 18 году Это национализация Решающих средств Производства И создание Коммунистического уклада Вот в истории В некоторых учебниках Пишут Кальтериат Взял командные высоты В экономике То есть были Национализированы Обрешены в общественную собственность Крупнейшие средства Производства Началась борьба Между возникшим Но еще слабым Только что родившимся Коммунистическим укладом И капиталистическим укладом Эта борьба В середине 30-х годов Закончилась победой Коммунистического уклада И было построено Коммунистическое общество Соответственно Если посмотреть на классовое разделение общества Классы буржуазии уже Не стало То есть была решена В переходный период Была решена первая задача Это ликвидация Или преодоление Антагонизма классов Потому что Классовое противоречие Между буржуазией и пролетариатом Оно является антагонистическим То есть Интересы Боих классов Они непримиримы И они заканчиваются Либо-либо У нас Закончилась победа Коммунистического начала Коммунистической тенденции Тренинг коммунизма И ликвидации Классов буржуазии Ну по статистике Все хорошо знаете Можете найти У нас Если в 28-м году Ну в 13-м году Порядка 16-ти процентов Составляло По удельному весу Буржуазия В 28-м году 4,6% В 39-м году Уже 0% Ну помимо Капиталистического уклада И класса буржуазии Который Представлял его В России Существовал мелкотоварный уклад И вообще Основное население России Составляли Крестьяне А крестьяне Это Полу Это мелкий Производитель Полутруженник Полусобственник И к нему Как писал Лен Нельзя применять те методы Которые применяются Буржуазии То есть Его нельзя завоевать Уничтожить Вопросы Вопрос решался по-другому А именно Коллективизации Общественного хозяйства То есть Обобществлением Мелкособственника Вы знаете Коллективизация была Приведена В конце 20-х В начале 30-х годов И этот вопрос В целом был решен Ну статистика дает Такие цифры Если в 13-м году Крестьяне составляли Порядка 67% Населения России То в 39-м году 2,6% Но после войны В 59-м году 0,3% Ну вот означает ли Что Уничтожение класса Буржуазии Коллективизация На сельском хозяйстве Привела к тому Или Привела к тому Что все Вопросы решены Построено Бесклассное общество Можно сказать Сложить руки Нет Клейнг писал Что Для полного Уничтожения Классов Недостаточно Свергнуть Капиталистов И отменить Их Собственность Необходимо Ликвидировать Уничтожить Точнее Классовые Различия Оставшиеся А именно Это различие Мы веду Делением Управляемых Управляющих Различие Между городом И деревней Различие Между людьми Умственного И физического Труда И вот дальше После завершения Переходного Периода Ведет Период Развития Социализма На своей Собственной Коммунистической Основе То есть Движение Коммунистом От его Низшей фазы Первой фазы К высшей фазе Соответственно За этот Период Решается Вопрос Уничтожения Оставшихся Классовых Различий Переход К полному К коммунизму Или Бесклассовому Обществу Ну вот По порядку Если рассматривать Деление На управляемых На тех Кто управляет И управляющих Тех Кем управляют Вот есть Скажем Вернемся К началу Истории Пролетариат Власть Свои руки Созданно Пролетарское Государство Вот он Управляет А как же так Что это Постоянное Деление Вот одни Какие-то лица Будут Сидеть в кабинетах Заниматься Только Управлением А другие А другие Будут Работать На производстве Как Уничтожить Это Различие Тем более Все мы хорошо знаем Там где есть Аппарат управления Сидят Профессиональные Специалисты Независимо От того Профессионал Или нет Появляются Возможно Нехорошие Явления Как-то Бюрократизм Когда вместо Дела Занимается Переписанием Бумажками Появляется Карьеризм Когда человек Если ему светит Повышение По должностной Лестнице Готов Горы свернуть А когда это Нет Он сидит Ничего не делает Тоже Перекладывает Бумажки Есть Местничество Когда Интересы Какой-то Территории Отдельной Ставятся Выше Общественных Интересов Есть Ведомственность Когда Интересы Ведомств Ставятся Выше Общественных Интересов Сейчас У нас Вовсю Говорят Коррупция Использование Своего Служебного Положения В личных Интересах Вот Как решить Этот вопрос Вот Сейчас Периодически Возникают Идеи Управивающих Классов И В нашем Советском Время Время СССР Возникали Такие идеи Давайте Создадим Какой-то Новый Орган По борьбе С бюрократизмом Или Орган По борьбе С карьеризмом Не понимая О том Что это Такой же Аппарат И в нем Те же Беды Будут Только Еще Более Раздающих Размерах Значит Как решить Этот вопрос Ленин Отвещал Просто Это Всеобщее Участие Трудящихся В управлении У него Есть Замечательная Мысль Очень Дилектичная Надо Чтобы На время Все Становились Бюрократами И Чтобы Поэтому Никто Не мог Стать Бюрократом Вот Это Действительно Единственный Наверное Возможный Выход Решения Этого Вопроса Чтобы Все По очереди Как-то Иначе Занимались Вопросами Управления Государственными И Поэтому Бюрократизму В этой Системе Оставалось бы Крайне Мало Места Он бы Изживал Постепенно Возникает Вопрос Ну Как Вот Грудящийся Рабочий Класс Тоже Колхозное Крестьянство Как Они Будут Управить Что Нужно Для Этого Нужно Две Вещи Первое Понятно Что Нужно Обучаться Дело Управления А для То Чтобы Обучаться И управлять Нужно Свободное Время Поэтому Советская Власть Уже С первых Своих Дней То есть Я вернусь Чтобы Вы меня не поняли Как Несколько Однобока Превратно Что В переходный Период Советская Власть Решала Вопрос От Глюдации Антагонистических Классов Ничем Другим Не Занималась А потом Когда Был Построен Коммунизм Приступили К решению Вопросов Уничтожения Классовых Различий Да нет Конечно Все это Решалось Параллельно С первых Дней Советской Власти Начался Решаться Вопрос Сокращения Рабочего Времени Соответственно Увеличения Рабочего Времени И эта задача Была Сформулирована Во второй Программе РКПБ Что Сократить После Первых Один из первых Декретов Советской Власти Это Законение Введения Восьмичасового Рабочего Дня В программе РКПБ Было Сказано Сократить Рабочий День До Шести Часов И Часть Времени Отдавать Дел Государственного Управления Военному Искусству Если Мы Посмотрим Историю Этого Вопроса То Где-то Седьмого Года Начался Поэтапный Переход От Восьмичасового Рабочего Дня К Восьмичасового К Сожалению Великая Отечественная Война Приостановила К Семичасовому Приостановила Этот Процесс Здесь Деваться Некуда Исказаться Либо Жизнь Либо Смерть После Войны Снова Был Возвращен Семичасовой Рабочий День То есть Создавалась Объективная Возможность Решения Вопроса Ликвидации Деления Управляемых Управляющих Это Первая Часть Второе А Какими Формами Здесь Из головы Формы Эти Не Выдумать И Сам Процесс Созидания Новых Коммунистических Отношений Он Породил То есть Это Называется Творчество Масс Я Перечислю Вы Явно Читали Слышали Об этом Начинаем С Рабочий Контроль Шерство Заводов Над Госппаратом Выдвиженчество Совместительство Работы На предприятии С работой Госучреждений Вот эти Формы Рождались Снизу Но они Тоже Они Равноместны По своей Значимости По своей Развитости Давайте Их Рассмотрим Рабочий Контроль Что это Означает Это Означает Есть Предприятие Есть аппарат Даже В буржуазном Обществе Есть Хозяин Есть Администрация Есть Директор Который Управляет Приходят Рабочие И контролируют То есть Это первая Такая Исходная Форма Подконтролируют Что-то Посмотрели Какие-то Бумаги Вернулись Опять За станок Выдвиженчество Это более Высокая Форма Потому что На Руководящие Посты Или Просто Какие-то Посты В аппарате Управления Уже Выдвигаются Непосредственно Рабочие Комат Станка Он знает Чем живет Его Коллеги Чем живет Масса Но С другой Стороны Вот он Перешел От своего Станка В кабинет И начинает Управлять А дальше Это что А дальше Связь теряется Между ним И коллективом Если он будет Постоянно Сидеть В этом кабинете Отсюда Появляется Неизбежность Тех Негативных Явлений Которые Я называл Бюрократизм Местничество И т.д. И т.п. Ну Вспомним Даже Нашу Историю Генеральных Секретарей ЦК КПСС Членов Политбюро Практически Все они Были Бывшие Рабочие А потом Многие Из них Предали Дело Коммунистическое Дело А вот Следующая Форма Это Совместительство Работы На Заводе И Госучреждения Это уже Более Высокая Форма То есть Какую-то Часть Времени Этот Человек Уделяет Производительному Труду Работает Устанка А Какую-то Часть Времени Управляет Государством Вот Здесь Уже Получается Более Высокая Форма Вспомним Великую Мысль Высказанную Энгельсом Что никто Не должен Перекладывать На плечи Других Части Производительного Труда И Это По силам Вот Жизнь Коммунистического Строительства Родила Вот эти Формы Они Развивались Но потом Как последствия Будем Рассматривать Это Были Утеряны Скажем так Ну а Наконец Экономическая Основа Того Чтобы Сокращался Рабочий День Это Рост Производительности Труда И Коммунистическая Экономика То есть Непосредственно Общественно Социалистическое Производство Обеспечивало Более Высокие Темпы Производительности Труда Я Приведу Известные Цифры Что Которые Позволяют Сокращать Рабочий День Увеличивать Нерабочее Свободное Время Часть Из которого Идет Используется На то Чтобы Участвовать Государственные Дела Государственного Управления Часть На Свободное Всестороннее Развитие Личности Следующее Это Различие Междуумственным И физическим Трудом Но это Самое Существенное Различие В условиях Труда Я Напомню Известную Мысль Ленина Ставшую Крылатой Что Формулы Настоящего Коммунизма Отличаются От Нынешнего Пышного Ухищренного Торжественного Фразерства Именно Тем Что Они Сводят Все К Условиям Труда Ну Давайте Посмотрим Ну Скажем Я Всю жизнь Занимаюсь Таким Ужественным Трудом Преимущественно Преподавательская Деятельность Замечательная Обстановка Аудитории Тепло Светло Нигде Не Дует Нигде Никакого Газа Угарного Прочего Прочего Совсем Другое Дело Если Непосредственно Производитель Рабочий Где Тоже Сравни Шахтера Вот он Под землей Ужас Тяжелых Тяжелых Условиях Трудо Более Там И гибнут Еще Как мы Знаем Несколько Миллионов Тон Это Гибель Одного Выданных На горах Гибель Одного Шахтера Поэтому Перед Советским Государством Сразу Поставила Задача Это Ликвидация Сокращение Ручного Труда Раз То есть Труд Монотонный Труд Тяжелых Физических Условиях Решение Вопросов По Интенсивности Труда Ну И Конечно Обеспечение Нормальных Санитарно Гигиенических Условий Труда И Этот вопрос Решался Одновременно С решением Других Вопросов То есть Все эти Огромные Колоссальные Экономические Задачи Которые Были Решены Мы говорим Индустриализация Повышение Производительности Труда Параллельно Решался вопрос Изменения Повышения Содержания Труда Вспомним Те же Шахтеров Ну Как В 19 Веке Кирка Была Основной Инструмент Стаханов Если Вы помните Фотографии Ниги Пильмами Это Отбойный Молоток Тяжелейший Фактически Ручной Труд Затем Появились Сейчас Угольные Комбайны Уже Какая-то Механизация Но В принципе Недалеко Те времена Когда Шахтеры Не будут Опускаться Туда Будут Ставить За пультом Управления Компьютеров Джолистика А подземлей Будет Техника Ее В лучшем Случае Нужно Будет Только Обслуживать Вот этот Процесс Начался И шел Третье Различие Города Деревни Здесь Не ограничивается Вопросом Только Улучшение Труда Улучшение Вопроса По свободному Времени Уничтожение Различий Между городом Деревни Охватывает Весь Комплекс Вопросов Начиная От социально Бытовых И кончая Вопросами Возможности Получения Деревни Каких-то Культурных Медицинских Услуг И так далее И тому подобное И эти вопросы Также Решались Советской властью Но вот Стоит ли Вот это Рассматривать Все эти достижения Которые шли С годами Как навсегда Раз и навсегда Полученные Завоеванные И все Обратного пути Нет Я думаю Мы были В плохим Обе Никудышными Специалистами Учеными Если бы Рассматривали Процесс Уничтожения Классовых Различий Только как Однонаправленно Потому что В жизни Все Противоречиво В том числе В этом процессе Опять-таки Обратимся К Ленину У него есть Замечательная Мысль Замечательная Формулировка Социализм Есть Уничтожение Классов Вот в этой Формулировке Заложены Две Тенденции Если сказать Рассматривать Более глубоко Что либо Социализм Как первая Нижняя фаза Коммунизма Уничтожит Вот эти Классовые Различия И придет Уничтожение Классов Полному Коммунизму Либо Противоположная Тенденция Возьмет Вверх Пойдет Движение Вспять Михаил Васильевич Попов В своей работе Написанной В 1986 Году Планомерное Разрешение Противоречия И развития Социализма Как нижней Фазы Коммунизма Раскрыл Систему Противоречий И в том числе Обосновал Противоречия Между Бесклассовой Природой Коммунизма И наличием Классовых Различий В его Первой Фазе А противоречия Есть две Стороны Соответственно Две Тенденции Какая Тенденция Первая Усиление Социального Равенства И уничтожению Социально Классовых Различий И вторая Тенденция Обратная Как раз К усилению Социального Неравенства Какая Возьмет Вверх Вот так Вот автоматически Что позитивно Возьмет Вверх Мы будем Двигаться Бесклассовому Обществу Сюда Во-первых Цель И цель Социалистического Производства Какая Она Сформулирована Была Еще Принята Во второй Сформулирована Лениным И вошла Во вторую Программу РКПБ Она вроде бы Ясная Да Это Обеспечение Полного Богосостояния И всестороннего Развития Всех Членов Общества А что Что такое Всестороннее Развитие Личности Построение Бесклассового Общества Когда Не будет Деления На управляемых Управляющих На людей Занимающихся Преимущественно Физическим Трудом И умственным Будут различия Между городом И деревней То есть Все будут отдавать Часть времени Производительному Труду Участвует В управлении Государством Два часа За станком Постоял Два часа Поучаствовал В управлении Государством Но четыре часа Ну если исходить Сейчас у нас Восьмичасовой Рабочий день Заниматься Творчеством Развитием Кто-то будет Стоять Смольбертом На берегу реки Кто-то будет Сочинять музыку Кто-то Сочинять стихи В соответствии Своими способностями А как была Сформулирована Цель В программе Партии Вот Я выписал Цитирую Предоставить Каждому члену Общества Материальные Культурные Благо По его Растущим Потребностям Индивидуальным Запросам И вкусам Такова цель Коммунистического Производства Какими-то моментами Кусочками Там говорится О ликвидации Классовых Различий Но получается В 1961 году На 22 съезде Вот цель Обкоронали Только Удовлетворение Материальных Потребностей А то, что Нужно Всестороннее Гармоничное Развитие Всех членов Общества Собстроение Бескласса Общества Ушло Куда-то Непонятно Второе Из программы Партии Была выкинута Коренная Формулировка По диктатуре Польтериата Написана О некоем Общенародном Государстве Хотя Понятно Ленин Неоднократно Предупреждал Фабрично Заводские Городские Вообще Промышленные Рабочие В состоянии Руководить Все трудящиеся Мастер Вплоть до Полного Уничтожения Класса Ведь именно Рабочий Класс Почему так Получается Рабочий Класс Наиболее Заинтересован Построению Бесклассового Общества Ликвидации Классовых Различий И коренные Интересы Рабочего Класса Суть Общественных Интересов Именно Диктатура Польтериата Тот Инструмент Который Обеспечивает Руководство всей этой Больбой Соответственно Поскольку Выкинули Главное Из марксизма А в корнале Цель Социалистического Производства Дальше Пошел Уже Процесс Негатив Хотя Еще Все Мы должны Рассматривать Единство Нельзя сказать Что В 61 Году Все Рухнуло Еще Продолжала Функционировать Экономика Еще Продолжала Расти Производительность Труда Хотя Темпы Стали Снижаться Потом Был Период Который Получил Название Застоя Но Что Происходило Давайте Вернемся Ключевому Моменту Чтобы Решить Вопрос Ликвидации Классовых Различий Нужно Сокращать Рабочий День И увеличивать Свободное Рабочее Время И что Было Сделано В 67 Году Вроде Как Сократили Рабочую Неделю Была 42 Стало 40 Но При этом Рабочий День Был Увеличен До 8 часов Вот Хорошо Это Лепуха Ну На 2 Часа Стали Меньше Работы Вроде Хорошо Субботу Можно Было Поспать А как Решать Вопросы Программные Вопросы Ликвидации Классовых Различий Ну Еще Можно Было После Работы Сломя Голову Побежать Что-то Там Проконтролировать То Если Рабочий День 8 Часов То Хоть Будь 7 Пядей Волгу Ты Не Долетишь А В Субботу Никто Не Работает То Тем Самым Была Поставлена Искусственная Преграда Барьер Для Того Чтобы Решать Вопрос Деления Управляемых Управляющих Второе Вот Те Форумы Которые Были Рождены Самой Жизнью Творчеством Масс Вопрос Требует Дополнительного Изучения Исследования Они Как-то Исчезли Потеряны Были И В итоге 60-е Годы Остался Только Народный Контроль Комитет Советского Контроля Вот Мой Отец Был Постоянно Он Работал На Пусковском Строительном Заводе В том Чили На Ручей Сетке Мастером Участка Членом Пусковского Комитета Народного Контроля Я Спрашиваю В чем Заключалось Ваш Участие В управлении Ну Периодически Вызывали Нас Куда То Смотрели Бумаги И все То есть Непосредственно Уже Не участвовали В управлении То есть Опять Пошел Откат Уже По этой Линии Дальше Рост Производительности Труда Он Стал Снижаться Стал Мы стали Опускаться По его Уровню Но даже В так называемые Застойные годы Он был Если вы Посмотрите Сборники Народных Хозяйств СССР Статистические Сборники Они Дают Цифры Говорящие О том Что Обеспечивалось Сокращение Рост Производительности Труда Обеспечивал Экономию Человек Часов И Затрат За девятую Пятилетку Была достигнута Экономия 10 миллионов Человек В экономике За десятую Пятилетку 6 За одиннадцатую То есть За пятнадцать лет Вроде как Сэкономили Труд 22 миллионов Человек То есть По идее Куда нужно было Направить Эту экономию На сокращение Рабочего дня А куда ее Направили Я думаю Вы догадываетесь Куда направили На увеличение Производственной сферы И в первую очередь На увеличение Аппарата Управления Профессионального Плод от плоти Народный И так далее И тому подобное Вот цифры Удивительные Цифры конечно С сорокового года До начала Шестидесятых годов Численность аппарата Управления Сократилась С одного Миллиона Восемьсот Тридцати Семи Тысяч Человек До одного Миллиона Четырехсот Сестидесяти Тысяч Человек Это очень Много А начиная С шестьдесят Пятого года То есть Вот Батария Могли бы Сократить На 22 миллиона Человек Это общая Экономия Рабочих Было порядка Сорока Миллионов Человек На час На два Сокращать Рабочий День Вместо Этого Увеличили Численность Аппарата Управления До двух Миллионов Шестьдесят Вот Вот я Сейчас Увеличивается Общественная Не просто Не просто Сбухли Разбухли Классовое Различие А мы Имеем Сейчас Антагонистический Класс Класс Буржазии Рабочий Класс Я Перехожу К Выводам Я Думаю Что По отношению К рассматриваемому Вопросу Историю Советского Союза Можно Разбить На три Этапа Первый Этап Это Переходный Период От Капитализма К коммунизму Величайшее Достижение Тех Поколений Которые Строили Коммунизм Это Уничтожение Классовых Антагонизмов И Начало Работы По Уничтожению Классовых Различий Второй Период Это Середина Тридцатых Годов По окончании Переходного Развитие Социализма На собственной Коммунистической Основе Когда шел Процесс Уничтожения Классовых Различий Позитивная Тенденция Преобладала Над негативными И Третий Период Обратный Это Переходный Период От Коммунизма Капитализму Когда Верх Взяли Негативные Тенденции И Все это Завершилось С реставрацией Капитализма И Возникновением Антагонистических Классов Следующие Выводы Второй Какие условия Нужны Для Уничтожения Для решения Вопроса По уничтожению Классовых Различий Первое Конечно Теоретическое Правильная Постановка Задач Построение Бескласса А не только Удовлетворение Материальных Потребностей Людей Как написано Было В третьей Программе Партии Второе Коренное Слово Диктатура Пролетариата То есть Того Класса Который Наиболее Полно Заинтересован В ликвидации Уничтожения Классов Различий Третье Это Сокращение Рабочего Дня Соответственно Увеличение Свободного Дремени Этот Вопрос Решается На основе Роста Производительности Труда А Рост Производительности Труда Обеспечение Более Высоких Темпов Чем Крактористический Стран Может Дать Только Социалистическая Советская Экономика То есть Непосредственно Общественное Производство И Наконец Последнее Это На основе Роста Производительности Труда Развитие Экономики Улучшение Условий Труда На этом Я заканчиваю Спасибо большое Виктор Иванович Поступили ряд вопросов И трое Записались На выступление Значит По порядку Поступления Первый вопрос От Михаила Васильевича Попова Он просит Уточнить Когда было построено В СССР Безкрасовое общество Безкрасовое Да Ну когда Было построено Комитетическое общество В середине Тридцатых Годов За счет Михаила Васильевича Так Это не полный ответ Я не буду Вопрос Товарища Денисова Не имеют отношения К теме Они касаются Красовой структуры Современной России И поэтому Они Я думаю Не будем Здесь Время На это Тратить Согласен Третий вопрос От товарища Захарова Юрия Почему же СССР Барсамой Бюрократической Страной Очень много Барууправленцев Вопреки Прогнозам Маркса Ну частично Он бы Раскрыт В ходе Лекции Ответили Так что Товарищ Не настаивает А теперь Выступающий Первый Подар На записи На выступление Товарищ Попов Михаил Васильевич Уважаемый товарищ Виктор Иванович Очень интересный Сделал доклад И очень Продуманный Взвешенный Очень актуальный Ну и В общем Найти какие-то Недостатки В его докладе Было трудно Но я должен был Найти какой-то Недостаток Вот Мне кажется Что Он даже Его исправил Уже Отвечая на вопрос Значит Если Безклассовое общество Было построено Тогда Когда построен Коммунизм Это совершенно правильно Потому что Коммунизм Это безклассовое общество Тогда Следовательно Задача состоит Не в том Чтобы Построить Безклассовое общество А получилось Что это Конечная задача И вот Несколько раз Так в докладе Получалось Что вот дальше Все мы еще решаем Задачу построения Безклассовое общество Я думаю Это Неправильная формулировка Задача построение бесклассового общества была решена в середине 30-х годов. Ну а дальше требовалось, вот сложилось противоречие в обществе бесклассовое, а классы еще не уничтожены. И если мы вот так его не сформулируем, это противоречие, то мы тогда и не получим того движения, которое должно быть, из такой яркости не увидим, а что мы должны сделать. Потому что мало построить бесклассового общества, как мало построить коммунизм. Построили мы коммунизм среди 30-х годов. Когда будет полный коммунизм? А до полного коммунизма очень далеко. И ничто не мог сказать, никто не мог сказать, когда будет построено полное коммунистическое общество. Более того, там началась такая теоретическая чехарда и путаница, что через 10 лет мы построим низшую фазу коммунизма, в том высшую фазу, тогда как коммунизм построен был уже в середине 30-х годов. Вот я думаю, чтобы такой путаница не получилось, мы должны вот четко себе сказать, что бесклассовое общество было построено в Советском Союзе. А раз было построено бесклассовое общество, то вот нельзя так говорить, что у нас начинается окончание переходного периода и идет строительство бесклассового общества. Вот так звучало. Не так. По крайней мере так звучало. Так нельзя говорить. Иначе что у нас получается? Иначе у нас получается, что капитализм классовое общество. Низшая фаза коммунизма, то есть коммунизм, тогда получается классовое общество. И только полный коммунизм, бесклассовое общество. Тогда революцией, можно считать, переход тогда от социализма к полному коммунизму. Потому что тут вот, дескать, классовое, а там бесклассовое. Я думаю, что если вот мы четко этого держаться, того, что построение коммунизма, это построение бесклассового общества, но этого недостаточно для осуществление конечной цели рабочего класса. А конечная цель рабочего класса у Ленина действительно в великом почине сформулировано так, что это полное уничтожение классов, а не просто построение бесклассового общества. Вот бесклассового общества вы построили, а полного уничтожения классов не получили. А раз не получили полного уничтожения классов, то вот встают те, собственно, задачи и те проблемы, которым было посвящено выступление Виктора Ивановича. Он совершенно правильно все раскрыл и очень интересно и глубоко но вот мне кажется что вот такой ракурс если четко это формулировать он позволяет себе понять в чем смысл изменения вообще в постановке задачи после построения социализма значит диктатура пролетариата она уже полу государства об этом ленин писал государстве революции раз исследовать задача стоит не столько в подавлении противоположных классов в противоположных классов нет а вот действие противоположные диктатуры рабочего класса есть то есть надо как говорится все общество превратить такое общество которое действует в соответствии с интересами рабочего класса то есть диктатура рабочего класса должна охватить не только рабочий класс она должна охватить все общество и все общество должно не по принуждению только, а по желанию и по пониманию сознательно становиться на позицию рабочего класса, чего не было, чего нет и сейчас, чего очень трудно добиться, потому что, скажем, наш брат-интеллигент, он в известном отношении считает себя выше рабочего класса, и это не царево дело становиться на позицию рабочего класса. Нельзя ли меня назвать рабочим и сказать, а если я назовусь рабочим, то вроде как я и диктатуру рабочего класса осуществляю и так далее. То есть задача получается как раз именно та, о которой говорил Виктор Иванович, о том, что вот люди должны чем заниматься? Они должны заниматься обучением, просвещением своим собственным, не только своим, но и просвещением как раз тех, кто в меньшей степени образован и в меньшей степени имеет условия для своего образования. Значит, надо заниматься участием в управлении. То есть надо сделать так, чтобы, несмотря на то, что мы не отличим никогда, не преодолеем различия между умственным и физическим трудом, такой задачи никто не ставил. И как-то она вот прозвучала у Виктора Ивановича, но я думаю, это оговорка. А вот преодоление различий между людьми, физическим людьми и умственным труда, это другое дело. А как можно преодолеть такие различия? Такие различия именно потому, что невозможно преодолеть различия между физическим и умственным трудом, потому что один преобразовывает непосредственно материю, а другой меняет формы общественного сознания. Различия между общественным сознанием и материей можно преодолеть? Никак нельзя преодолеть, потому что материя – это объективная реальность, это то единое, что есть, а сознание – это только свойства высокоорганизованной материи, и никакие, так сказать, наши задачи, цели и прочие никогда не приведут к тому, чтобы мы преодолели различия между материей и ее свойством, или свойством не всей материи, а только высокоорганизованной. А вот что значит тогда преодолеть различия между людьми и физическим и людьми и умственным труда? Так вот, люди физического и умственного труда, можно считать, что они преодолели различия, если труд будет меньше, время рабочего меньше, свободное. Мне кажется, вот этот вопрос должен быть выдвинут на самое первое место. Величина, размер. Если свободное время, а мы не знаем, сколько у нас свободного, их в статистике не найдешь. Рабочее время, в общем, мы знаем, но это разные вещи. В нерабочее время и свободное очень сильно отличаются. В нерабочего много, свободного мало. И вот эта вот задача, эта вот задача, сводится к тому, что когда свободного времени будет больше, чем рабочего, то тогда люди, которые в рабочее время занимаются умственным трудом, а в свободное время занимаются физическим, не будут отличаться от тех людей, которые в рабочее время занимаются умственным, а в свободное физическое, вернее, физическое, а в свободное умственное. То есть вот такое решение этой проблемы возникает. А если это так, то разве мы сейчас в условиях капитализма не можем заниматься решением задачи уничтожения классов, при том, что еще классовые антагонизмы не уничтожены? Потому что, скажем, люди, поступающие в партию рабочего класса и работающие в партию рабочего класса, они, собственно говоря, не занимаются преодолением между самых различными людьми в УКС и физического труда. Люди, которые занимаются физическим трудом, обязаны даже заниматься своим собственным обучением, заниматься научными проблемами, заниматься управлением в той или иной степени. Поэтому очень важно, чтобы рабочие занимались управлением партии рабочего класса. Если они не могут научиться управлять партией, они не смогут научиться управлять его обществом. А и когда нужно это начинать делать, тогда, когда рабочий класс придет к власти, так он, если раньше не умел, так он и после, как придет к власти, он все время будет уступать место на всяких руководящих постах интеллигентам, а свою задачу решать не может. Или не сможет контролировать должным образом. Как можно контролировать, если я умею управлять как-то вы, так я могу вас контролировать. Если не умею, то я и контролировать не могу. Вот, мне кажется, вот такие моменты следовало бы учесть. И вот главное, что здесь, сформулировать, что задача построения бескласса общества – полдела. И вот мы полдела сделали, и после этого Крущев, как первый секретарь и партия, которая единогласно голосовала за это, объявила, что все, классовая борьба закончилась. Разборьба. А классовая борьба не заканчивается, пока рабочий класс не осуществит полностью свои интересы. А полностью, или нет его антагонистических противоположностей, но он не осуществил их после того, как построил социализм. Потому что его классовые интересы требуют полного уничтожения классов, а не просто построения бесклассового общества. Будьте добры, верните. Следующий записавшийся, товарищ Захаров. Я напоминаю, забыло, что у нас, во-первых, выступления записываются заранее, во-вторых, тема выступления должна соответствовать теме лекции. Ты что там, ты шателете выступать? Вот, Александр Сергеевич, нет сегодня Казенова? Нет. А вот, ну, не тот Степан, есть. Он скажет. Нет, я всем говорил, но о тем вроде бы даже и убийцам. Как-то раз Михаил Васильевич мне лично здесь сказал, вы сможете управлять заводом? Нет, не сможете только. Я забыл. А я смогу тут? Да, не смогу. Совершенно верно. Ну, в управлять надо действительно какие-то способности иметь. Надо владеть какой-то харизм, уметь давить на массы, авторитет иметь. Ну, равенства среди людей нету. Давить при коммунии? Ну, давление какое-то надо. Всегда люди друг на друга переубедить хотят, все такое. Вот, Александр Сергеевич Казенович, нет, ладно. Я вам говорю, что благодаря социализму рабочий класс умственно деградировал. Вот, он мне говорит, я же сам вышел за рабочих. Нет, Казенович. Говорите за себя, товарищ. Вот сейчас буду говорить. Я же из эракции. Ты запьешься, нет, да? Ну, такие врага. Ну, что ты мне? Нет, ну, давайте нет. Выступайте по существу, не отвлекайтесь. Я говорю, по классам, по классам. Вот тут сразу, значит, что вы не выступаете, не обращайте внимания. А тяжело, говорите, когда он начинает тихихать? Ну, надо привыкать. А как вы будете на митингах выступать? Вески ораторы выступали, не обращая науки к меньшевиков. Как вы на митингах будете выступать? Восторг. Так вот, я вышел из рабочих, от Казенович. Вот именно вышел, а не вошел. Был, сто лет назад, ему не удалось бы выйти из рабочих, так легко, у Казако-Харкиных детек и все такое. Он бы был среди рабочих, проповедовал марксизм, гегель и все такое. А потом революции произошло. Люди, которые способны к умсутру и желанию, они выходили, а двойщики-тройщики-второгодники остались рабочими. Им свободное время увеличивали. Так что они делали? Они его пропивали. Вы что-то забыли, эти журнал художный, фитиль, крокодил, там все это массовое явление-то было. Самый рабочий не знаю. Вот сейчас, например, на МВЗ, там проблем пьянства решена. Ни одного пьяницы нет. А у нас... Ну ладно, что-то время. То есть, чтобы ужасная интеллигенция не пропивала? Говори, потом поговоришь. Нет, там, во-первых, сразу тебя просто уволят. МВЗ, в момент. Вы не хотите уничтожить классы, но вы же диалектику тут признаете. Но развитие-то идет из противоречия, а социальное развитие идет из классовых противоречий. А у нас если уравнять все, то был что? Застой получился. Понимаете? При Сталии застой не был. Развивал. Он сам создавал противоречия. Как он, Михаил Васильевич, говорит, есть такая книга Бушкова, «Красный монарх». Вот имя дыл «Монарх». Понимаете? Погоди, потом будешь говорить. Потом смотрите, классовые что-то. Монархи, коммунисты не дают. Эйнштейн, например, может взять метлу и запросто подмести двор. А вот сто ли тысячи дворов, их от одного Эйнштейна не заменят. Или если надо очень много денег получить сразу, как сделать? Аллу Пугачеву спать сразу для них нахапывать. Все. Вот что делать. Так, давай, Захар, вам много еще времени? Началось. Так что, идеал, вот идеальный общий, идеал он всегда мертв. Где нет, Авангельш, отношений у людей? На кладбище у покойников нет. Понимаете? Идеал он всегда мертв. Не, наверху мочат. Рассвет. А вот раз, а что-то противоречится в человеческом общий? Это войны, революции, преступности или вот такая грязня, как у нас здесь идет. Понимаете? Без противоречий жить нельзя. А вам слова не предоставили, грязни, какой не было. Почему вы не хотите, я сколько раз предлагал, включать внимание, маршала Лоркосовского, Швистова Налилуви, Максима Горького. Вот я этому товарищу хотел Максиму Горького. Вы кривейший, ну как или еще? Горький самый близкий писатель, Ленинг Сталин. Он мне уже, знаете, вот карус. Так что он нам хоть только красноперый, но это не коммунисты, это коммуняка. Понимаете? Кстати, Казион и не рассказал. Кстати, давно, правильно, я с ним согласился. Это был лет 7-8 назад. Коммунизм теперь, движение, движение, вот именно. Подходим к форме Бронштейна и Бернштейна. Движение все цели нечего. Бронштейн это настоящая фамилия Троцкого, кто не знает. А Бернштейн один из руководителей. Движение, понимаете? Но конечная цель, чтобы не было государств, чтобы было самоуправлять, чтобы все управляли. Понимаете, какая грязня? Миллионы людей будут членами правительства. Это над Марксом в свое время смеялись. И были правительствами. Что вы предлагаете? Капитализм же правительства? Во-первых, вспоминешь, чтобы построить. Ну, это возможно. Так. Это прозвольте закон. Микрофон, микрофон. Микрофон. Верни микрофон, я все прощу. Так, товарищи, третьи записавшиеся, с вашего позволения, это я два слова скажу. Три. А может даже и три. Значит, во-первых, спасибо Виктору Ивановичу за превосходную лекцию. Но хотелось бы немножко его поправить. Дело в том, что в 67-м году переход на 8-часовой рабочий день и 5-дневную рабочую неделю, он не сопровождался сокращением рабочего времени недельного. Было оставлено 42 часа. И потому, как люди старшего поколения помнят, за месяц накапливалось за 4 недели 8 часов, которые выливались в так называемую Черную Субботу. Потом, в 71-м году, в экзоте принятом, там уже был закреплен 41 час. Этот 41 час был закреплен даже в советской конституции с 77-го года, чтобы, не дай бог, его было не сократить еще. Это был бы конституционный переворот, но если еще сократить рабочее время, это было невозможно практически. Ну а 40 часов старого преподавателя всех времен у народов Ельцине, он, видимо, под этим самым решил, так сказать, немножко здесь еще сократить. Так что здесь вот такая динамика крайне негативная. И здесь надо сказать, что если было время, когда рабочее время сокращалось, то и было время, когда оно практически прекратило сокращение, а с учетом сверхурочных и так далее, уздлинялось. А надо сказать, что рабочее время – это тот самый, если можно так выразиться, красомер, количественное выражение красовых различий. И вот от него здесь, по нему в парне можно судить о той динамике, которая была в уничтожении красовых различий в СССР. Значит, потом хотелось бы два слова сказать о замечательной книжке товарища Ельмеева Василия Яковлевича и его коллег. Но это, конечно, увеличенное в два раза, на самом деле эта книжечка в два раза меньше, это просто увеличено, чтобы лучше было видно. Значит, по товарищу Полозова-Вязчикова книга «Коммунизм и преодоление разделения между умственным и физическим трудом». Эта книжка, она пожаруя наиболее глубокая из всех, что ее видят. Я ее постараюсь буквально на днях уже почти все готовы выложить на сайте Фонда Рабочей Академии. Написана она была в 65-м году, и из предисловия к ней видно, что вот настроения, продемонстрированные здесь товарищем Захаровым, они витали в обществе. И предыдущее издание такой же или похожей книжки, оно вызвало неоднозначную редакцию в интеллигентской среде, там приводит товарищ Ельмеев всяческие высказывания. И, в общем-то, конечно, эту тему заклевали. Вот преодоление вот этого разделения труда – это тот бастион, который мы взять так и не смогли. Буржуазная, мягкобуржуазная публика на этом бастионе удержалась и повернула страну в пять. И здесь вот главная опасность, конечно, исходила от интеллигенции. Как Ленин в период революции, гражданской войны, построение НЭПа переживал очень, что у нас вправо нас опрокинет 100 миллионов груз крестьян, как писал Маяковский, то, конечно, вот интеллигенция советская, надо помнить, что красы – это понятие экономическое, и все вот эти деятели, в том числе преподаватели научного коммунизма, вот типа Бурбулиса там и прочих, вот говорят, они предали. Но они даже не то, чтобы очень не предали, конечно, они объективно были заинтересованы в сохранении расовых различий. И это вот большая очень проблема. И отсюда вытекают многие вещи, но я не сомневаюсь, что тысячи, десятки, может, тысяч людей видели всю несуразность хрущевского общенародного государства, и видели несуразность косыгинской так называемой реформы с опорой на прибыль. Но они морчали, и морчали не только из трусости, за это особо не расстреливали тогда, но и морчали потому, что они видели, что деда движется, в общем-то, в их интересах. Может, они не хотели реставрации капитализма, особенно в такой форме, как он был реставрирован, но они и не хотели полного уничтожения коммунизма. Все, наверное, помнят крайне нервную реакцию интеллигенции на овощебазы, энергохозы и на прочие попытки как-то вот сградить противоречие между людьми умственного и людьми физического труда. Ну, а что касается противоречий при коммунизме, Юра, дорогой, не расстраивайся. Вот у нас в семье, скажем, царят коммунитические отношения. Вот мама с папой любят детей не за деньги, не потому что они там брали, ну, прямо Марк записывает, хотя, что вот капитализм вторгся и сюда, и рабочие буквально вот растили себе как бы работников, которых эксплуатировали, в смысле детей своих, и себе кормильцев старости. Ну, все-таки, когда родители заботятся о детях, они там не об этом думают. И дети, когда любят родителей, тоже, как правило, не об этом думают. А сколько там противоречий в семье? И в коммунистическом бескрасовом обществе, полностью уже бескрасовом, там будет полно противоречий, будут эгоистические устремления отдельных людей, которые надо будет гасить. И найдется там, чему противоречить, и с чем бороться, и на чем расти. А что касается несостоятельности рабочего класса, то я вот у Ленина есть в одной работе, но я вот сейчас так и не могу вспомнить, он там нападает на интеллигенцию, что вот интеллигенты, они все забывают, не доводят дела до конца, и то, и все, и решения неправильные принимают. Но в конце у него такая фраза, примиряющая, впрочем, это вытекает из ненормального разделения между умственным и физическим трудом. То есть чистые занятия умственным трудом, они не приводят к развитию ума. И как раз вот люди, которые заняты непосредственно в среде материального производства, которые решают реальные задачи, они зачастую реально умнее и более способны к принятию правильно взвешенных решений, управленческих в том числе, нежели люди, которые вот вроде только и делают, что мозг тренируют. А они в таких образцах тренируют, вот, например, среди интеллигенции сильнее склонность к метафизике, чем среди непосредственных производителей. В народе вот, ниоткуда без добра, там, такие и есть. А вот интеллигенция и более склонна метафизический такой взгляд, непротивовечивый. То есть это витание в мире чистых идей химера, оно к добру не ведет, в том числе и в умственном смысле. Ну и еще раз спасибо большое Виктору Ивановичу и поблагодарите его отчетительное слово. Товарищи, если вы обратили внимание на темы занятий университета рабочих корреспондентов в этом семестре, они посвящены всемирноисторическому значению нашей Великой Советской Арктиапской революции, и историческому опыту Советского Союза, построения и развития коммунизма. Потому что не за горами то время, когда этот опыт надо будет применять на практике. Так что спасибо за внимание. Тема следующего занятия. Встречаемся мы в следующий четверг. Тема занятия. Причины временного поражения социализма в СССР. Лекцию читает секретарь Ротфронта и Ленинградского комитета РКРП. Малецов Степан Сергеевич. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok